Более 78 тысяч человек прибыли в Армению из Арцаха по состоянию на 19.00. Все мы помним о том, как врали пропагандисты из Баку о том, что в Арцахе живет всего 20 тысяч армян. Даже ложь в Кубе не дотянется до высот вранья режима Алиева. Все раненые в ходе агрессии Азербайджана и взрыва в Степанакерте доставлены в Армению. В медцентры страны привезли 349 пациентов. Также в результате поисковых мероприятий, проведенных Государственной службой чрезвычайных ситуаций МВД Арцаха, 27 сентября обнаружено 11 останков погибших в результате агрессии Азербайджана. Американский бизнесмен армянского происхождения, сооснователь гуманитарной инициативы «Аврора» Нубара Фиян по случаю ареста Рубена Вартаняна обратился к мировой общественности. Не отвлекайтесь от этого все еще нарастающего кризиса. Предотвращение геноцида – это глобальная ответственность. Новость о задержании Рубена Вартаняна стала топ-темой вчерашней международной прессы. О задержании экс-госминистра Арцаха рассказали Independent, Guardian, BBC, Politica Europe, CNN. Ведущие мировые издания рассказали о задержании Азербайджаном бывшего госминистра Арцаха Рубена Вартаняна и осудили режим Алиева. Сегодня похищенного Рубена Вартаняна азербайджанские власти доставили в Баку и обвиняют в финансировании терроризма. Ему грозит 14 лет тюрьмы. Президент Арцаха распустил правительство и сообщил о прекращении существования НКР. Согласно указу Самвела Шахраманяна на 19 сентября этого года и руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха, принято решение распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января следующего года. И Республика Нагорный Карабах, Арцах прекращает свое существование. «Мы отказываемся признать прекращение существования Республики Арцах, готовы принять участие в формировании правительства в изгнании, которое будет работать над восстановлением суверенитета на территории Республики Арцах в границах от 27 сентября 2020 года». В Арцахе продолжают оставаться порядка 40 тысяч человек, в том числе бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян и нынешний президент Самвел Шахраманян. Кабинет министров, военная элита, высокопоставленные офицеры силовых ведомств, СМБ и полиции. Российские миротворцы не готовы брать на себя ответственность за их безопасность при пересечении Лачинского коридора. Как будет разрешен данный вопрос, никому пока неизвестно. Исходы армян из Нагорного Карабаха в результате политики этнических чисток Азербайджана продолжаются, заявил Пашинян. По его словам, анализ текущей ситуации показал, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян. Бывший сотрудник спецназа вооруженных сил Азербайджана по сообщениям азербайджанских СМИ высказался касаемо ситуации в Арцахе. Он рассказал о зверствах, которые осуществляют азербайджанские так называемые воины, об отрезанных головах и ушах мирных жителей, стариков и детей, изнасилованных женщинах и девочках. Бывший военный высказал сожаление из-за того, что Алиев превратил часть своего народа в сатанистов, которые радуются горю, радуются творимым зверствам, и теперь весь цивилизованный мир будет считать Азербайджан страной-изгоем, страной-террористом. Ну что же, мы видим, что не все азербайджанцы живут с промытым ненавистью к армянам мозгом, как многие комментаторы под нашими выпусками новостей. Вчера утром председатель управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде отказался от встречи с католикосом всех армян Горегином II. И уже днем азербайджанские оккупанты снесли христианский крест, возвышающийся над Степанакертом. Также вчера азербайджанскими террористами был обстрелян арцасский монастырь Чаректар. За сдачу жилья без уведомления о налоговой в Армении с января следующего года придется заплатить штраф до 1300 долларов, а при повторном нарушении – до 2600 долларов. Профильная комиссия парламента Армении приняла законопроект о ратификации римского статуса. Вопрос войдет в повестку парламента. Из-за гуманитарной катастрофы в Арцахе люди в спешном порядке вынуждены покидать свои дома и ехать в Армению. В связи с этим организация «Психологи на передовой» оказывает как психологическую, так и гуманитарную помощь. Арачнага Цихоке Баннер «Психологи на передовой» – это некоммерческая организация, созданная после 44-дневной войны в Арцахе 2020 года, с одной миссией – предоставлять психологическую помощь тем, кто пострадал от войны, поскольку необходимость сохранения психического здоровья тысячи армян жизненно важна. Из-за начавшихся военных действий против Арцаха, организация на данный момент оказывает поддержку всем тем, кто находится в стрессовом, в тревожном состоянии и нуждающимся в эмоциональной поддержке. Также в офисе организации ведется гуманитарный сбор одежды для вынужденных переселенцев. «Мы сотрудничаем с организациями, которые оказывают помощь и стараемся поддерживать друг друга, чтобы помощь была доставлена до арцахцев как можно скорее. Мы собираем продукты и товары первой необходимости в нашем офисе и дальше передаем ее организациям, которые находятся в Горисе в Корнедзоре. Они встречают людей и сразу передают помощь им. Также мы оказываем помощь тем, у кого нет родных в Армении и нет места для проживания. Мы направляем их в безопасное место для временного проживания. Мы будем встречать там людей и окажем психологическую помощь и поддержку. Также в нашем офисе мы организовали группу поддержки. Например, сегодня вечером мы пригласили студентов из Арцаха, которые учатся в Вереване. Мы будем работать с ними, помогать им в это трудное время, поскольку у многих студентов семьи все еще в Арцахе, а у некоторых есть погибшие родственники. Мы стараемся помогать в ходе групповых встреч, а также личных разговоров. Мы встречаем арцахцев, которые были вынуждены переехать в Армению и стараемся помогать и оказывать поддержку. Психологическая помощь была и остается бесплатной, но при желании можно помочь в финансировании этого важного дела. Франция будет искать иные пути, кроме поставки гуманитарной помощи в Арцах для сдерживания Баку, сообщила глава МИД республики Катрин Кулона. Вчера в болгарском парламенте лидер партии «Возрождение» Кастадинов рассказал об этнических чистках, устроенных Алиевом в Арцахе. Испания окажет содействие армянам Арцаха, подвергаемым этнической чистке со стороны режима Алиева. В Иране идут подготовительные работы для отправки гуманитарной помощи в Армению армянам Арцаха, подвергаемым этнической чистке со стороны режима Алиева. Вчера командующий космическими силами Ксир заявил о том, что теперь у Ирана есть возможность запускать небольшие спутники для соседних стран. Азербайджанская правительственная газета «Минвал» оскорбила премьер-министра Республики Индия, господина Нарендра Моди. В заглавии написано «Премьер-министр мракобес». 96 членов Сената и палаты представителей Конгресса США направили письмо госсекретарю страны Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен, призывая ввести санкции против чиновников Азербайджана, ответственных за блокаду Лачинского коридора и нападение на Нагорный Карабах. Соавторы письма призывают применить закон Магнитского к азербайджанским чиновникам, ответственным за грубые нарушения прав человека. Знаменитый голливудский актер и режиссер Мел Гибсон опубликовал видео, в котором осудил осуществляемый Азербайджаном геноцида армян в Арцахе, призвав СМИ не хранить молчание и потребовав безотлагательных международных мер по защите и спасению армян. «Армянскому народу, который все еще страдает, я говорю, не отчаивайтесь, Бог с вами», – передал знаменитый актер. Лауреат Нобелевской премии мира иракская правозащитница Надя Мурат назвала преступлением против человечества насилие, совершенное Азербайджаном против армян в Нагорном Карабахе, в результате которого тысячи армян сегодня вынуждены покинуть родные дома. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что власти Азербайджана должны положить конец политически мотивированным преследованиям антивоенных активистов. Азербайджан